Кисточкой берем, маканием только. Взяла жидкость, взяла белильца, взяла синильца. И цветом неба все полностью вскрыло. Количество вещества такое, чтобы мастихину было что придавить. Чтобы мастихину не давя, было что раздавить, распределить. Хорошо? Давай. Значит, успокоить фактуру. Единственное, может быть, небо чуть смуглее вверх дать. Успокоить. Лишнее вещество сдать. То есть не давить, а так просто распределительно расштриховать. Лишнее вещество, которое образуется, сдать. Ну, желательно, наверное, чуть смуглее небо. После этого ты берешь синечку. И сначала тренируешься здесь. Создавать красивые оконечности гор. Вот эти вот зубчатые. Такая аритмия, аритмия, кардиограммка. И склоны. Склоны будут то бритоватые, бритые, подбритые, то раздавленные. Будут появляться разные проявления структуры. И ты здесь это все чуть-чуть потренируешь. Смотри, вот они, структурочки. Вот они. Потренируешь. Когда натренируешь, положишь на чистовую, там, вдали. Снег придет по вот такой траектории. Рыж. Вот такое распределение. Штрихом мастихина. Все делают эту ошибку. Поэтому хорошо, что ты ее тоже сделала. Расштриховывание. Смотри. И тогда оно равнехонько. Благородненько усаживается. А вот это, оно создает пятнистую атмосферу, которая нам не нужна. Смотри. Как все нормальные дети, для тебя горы – это одинаковые вот такие сегменты. Вот такие. Нет, я одинаковые. Горы. Нет, ты вот так и нарисовала. Горы – это маленькие и крупные зубчики. Посмотри, какая принципиальная разница между тем, что нарисовала ты, и что из себя представляют горы. Такие страшничие горы бывают. Но это в страшном сне и в каких-то некрасивых местах. А нормальные горы, вот а-ля наш средиземноморский мотив, это вот такие. Ладно? Ну, даже Гималай тоже такие. Ну, хоть что-то уже. Хоть какое-то понимание. Значит, берем финичку и укладываем наши скалки. То есть, ты видишь, мастихин гнется, и вот он, продавливая, создает вот эти вот… Вот эти вот, да, вот они, вот они, создает их очертания. А ну, покажи, как у тебя они гнются. Ну, нормально. 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 Смотри. Вот зачерпнула красочку. И потянула ее к краю. И укладываешь, укладываешь, укладываешь. Взяла красочку и потянула к краю. И укладываешь. Значит, доуложишь. И начнешь первую раздачу снега. Снег вот такими, вот такой рванью валяется. Рванью. То густой, сплошной. То совсем обрывистой. Со структурой скалы. Смотри, то есть такие вот впадинки, на которых снег просто лежит. Просто. Или на выступах непросто. Потому что это у нас нормальная оборка, да? А? Потому что это нормальная оборка. Да, да. Значит, когда чуть-чуть с этим поработаешь вот здесь. То есть, доберешь уже зеленый характер низа. К синему подходи очень бережно. Этот зеленый должен перейти в синий. Хорошо? Вот так, мглисто должен перейти. Когда он перейдет, ты еще мастихином дополнишь ему. Вот этими вырезочками, которые создадут вот этот рельеф, который мы видим. И так, дошвыряешь до низа. Дошвыряешь. А потом внизу возьмешь этот же голубой-желтый, но уже плюс коричневый. И создашь вот такие всплески травы. Вот такие всплески травы против шерсти кисти. Вот так, против шерсти. Я немножко далеко захожу, но ты потом... Да. Плюс потом появятся... На этом появятся вот эти штучки. И тяп-яп, и готово. Единственное, что может быть уплощить. Часть снега взять и уплощить. Чтобы не все было таким... Рыхлым, да. А здесь еще и заслонить. Облако в небе. Можно взять с теплиночкой. Вот такой. Кадмин красный, светлый. Можно было ты снег взять. Но я, чтобы тебе не усложнять жизнь. Потому что и так, в принципе, можно вполне. Значит, взяла белиться. Взяла чуть-чуть розови лиц. И будет более солнечный цвет. Плюс развеселим в цвете вот это однообразие. И можно создать идею вылетевших из-под скал облаков. Именно вылетевших. Они часто вот взлетают из-за скал. Взлетают. И почему-то дальше от скал не отлетают. Вот там где-то и клубятся. Может быть, одно отлетело и создало усложнение композиции. При общем движении по такой траектории. Зигзаг по такой траектории. Эта траектория дала настроение погоды, ветра. Движение воздушной массы. Вот, может быть, такая очерченность. Да? Облако прямо очерчено. Вот уже какой-то сюжетец. Там, допустим, второй эшелон или рядок. Этот больше, он ближе. Этот меньше, он дальше. Создает тоже эффект ухода в перспективу. Ну давай здесь наращивай. Так, справилась с задачкой? Молодец. В принципе, смахивает на картину. Правда? Вот перехода у меня нет. Что тут вот эта трафика? Смотри. Чтобы отделить вот то от этого, от переднего плана, Оно должно быть, как там, темно и светло. Но еще один вариант. Это холодный цвет и теплый. Макушки у нас теплого цвета, да? Теплого цвета. Теплого, да? А низушку мы должны нарочито сделать холодного цвета. Мы, когда смотрим на работы художников, часто с этим сталкиваемся. Но мы даже не знаем, за счет чего они произвели эту хитренькую красивенькость. Потому что, если посмотреть на природу, мы могли бы этого там и не приметить. А они это знают просто как отче наш, что это выгодно прозвучит. Поэтому они сюда кладут холод, а сюда кладут тепло. Хотя там этого нет. И у них все складывается выгодно. Смотри, аж с такой вот синюшкой. Вот аж с такой синюшкой. Тогда теплинка переднего плана сразу выпрыгивает к нам. Ты видишь, да? И не будь там этого холода, а просто чернявенка. Чернявенка бы не сизость, не сизость не дала бы этого. Этого контраста. То есть контраст может быть на почве темного и светлого. Но контраст может быть на почве холодного и теплого. Очень важное сообщение. Далеко не все художники сразу до этого доходят. И проходит иногда много лет, прежде чем художник, наконец, впитал это в сознание свое. Чуть пятнистые вот эти места. Чуть пятнистые. Вот плоскость. Такое наклоненное плата. Вот так прямо бритая красочка, ты видишь, соглашается на вкусную укладку. Вот они, склонники. Вот они, склонники. Ты видишь? Здесь немножко другая заморочка. Здесь заморочка вот этого седоватого, зеленоватого, тоже пятнистого, заслонившего, холодноватый цвет. И мы сразу видим, откуда источник... Не, не видим. Здесь его и толком нет. Не видим. Но все равно красиво. Все равно чуть-чуть есть. Угу. Тоже плата, да? Такое наклоненное плату. Только там мы выбривали, а здесь мы клали. И как бы получилось, что источник света вот отсюда, он эту плоскость осветил, а это только скользящий свет. Скользящий свет не прямой на перпендикулярно падающий, а скользящий. Так, ой, какая же она у нас сейчас будет хорошенькая. Шишки не дают. Ну давай. Шишки возьмем. Глазовеньких. Желтеньких, откровенно. Когда будешь желтенькие раздавать, сначала возьмешь с красниночкой. Желтый не любит быть в одиночку без красниночки. Раздашь вот такой зигзагинкой. Зигзаг, да? А потом можешь уже дать и разбил желтого в полную мощь, яркости. Да? А эти как? Розовенькие. Возьмешь что-нибудь вот такое-нибудь. Сейчас, сейчас, не просто так. Посади вот. А потом розовенькие втяни. Чуть-чуть с сининкой, чуть-чуть с коричневинкой. Хорошо? То есть, сначала даешь белый нин, а потом внутрь вставляешь темное. Скучно. Значит, кроме светлых, там есть и темные. Есть такие, да? Слишком немножко шахматно расставила ромашки. Смотри, делаю то темно высоко, то низко. То есть, чтобы тоже был зигзаг. Чтобы не было одинакового звучания. Посмотри, какое вообще хулиганство, да? Но при этом я наблюдаю, не получилось ли чего красивого. Контрастность высокая здесь, естественно. Тридний план. Высокая контрастность. Тридний план. Здесь есть. Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, в каком-то месте я собираю стайку, хотя там нет стайки, я собираю стайку для цельности пятна. Цельность желтого, цельность розового. То есть тоже разбитость и цельность. Разбитость желтого, цельность и разбитость. Технологично, да? Прикольно. Я не знаю, она очень легко набранная. Если хочешь, можешь ее оставить в таком состоянии, как этюд. Если хочешь, поковыряйся вот с этими местами. Не знаю, фигурку, наверное, здесь лучше не совать, а то цветы пропадут. Не знаю, как-то она так быстро у нас стяпалась, сляпалась.